Приветствую вас, и если отвечать на ваш вопрос, который вы задаёте кратко, то для того, чтобы уйти из отношений, которые вам ничего хорошего не приносят, нужно понять по какой причине вы не можете этого сделать, условно говоря. То есть почему вы не можете, скажем так, позволить себе уйти. По какой причине вы не можете уйти, что вас удерживает, да? Вот. Это первое. Второе. Эля. Принципиально логическая несостыковка в вашем суждении кроется в том, вот именно принципиально логическая несостыковка, кроется в том, что отношения, по вашему мнению, должны приносить что-то хорошее. На самом деле нет. На самом деле отношения не должны приносить ничего хорошего. Нет, они не должны безусловно вредить. То есть тут, поймите меня правильно. Отношения, безусловно, не должны наносить вред. Это совершенно точно. Это совершенно очевидно. Никакого вреда отношения причинять не должны. Но, вместе с тем, и именно хорошего, именно хорошего отношения также приносить не должны ничего. Почему? Потому что в отношения люди вступают только, ну или не только, может быть, а для, для, для того, чтобы сделать счастливым другого человека. То есть вы вступаете в отношения, условно говоря, для того, чтобы осчастливить вашего партнера. К примеру, если это не так, то есть если вы вступаете в отношения не для этого, не для того, чтобы осчастливить партнера, а по какой-либо другой причине, к примеру, то возникает сразу нездоровая атмосфера в этих самых отношениях. Что и приводит, по итогу, к негативу. Поэтому вам здесь нужно обратить свое внимание на то, чего хорошего вы ждали от этих отношений. Чего хорошего вы, условно говоря, хотели от этих отношений. И хотели, и, вероятно, хотите, я полагаю. Вот. Вам нужно ответить себе на эти вопросы. Вам нужно ответить себе на данные вопросы. для того, чтобы, эээ, на счёт, из этих отношений уйти. Потому что, если вы ответите себе на эти вопросы, то вы увидите, что вам, с тобой, нужно сделать для, эээ, с тобой, чтобы, ну, ну, к примеру, для того, чтобы стать более самостоятельным, к примеру. Дальше, эээ, значит, вы пишете. Уже почти два года в отношениях с молодым человеком. Ну, здесь, эээ, я задаю, эээ, достаточно, эээ, такие классические вопросы. Эээ, как кто, эээ, как вы познакомились с молодым человеком, эээ, что между вами общего, между вами и молодым, молодым человеком, что общего, вот, что вас связывает и так далее. Да? Вот. Вы пишете, эээ, да, и что для вас отношения? То есть, как вы это понимаете? Для себя, ну, как понимаете отношения? Эээ, значит, вы пишете, вместе не живём из-за моих взглядов на сожительство. Ну, в принципе, это достойная позиция. То есть, это вот хорошая позиция, что у вас есть определённые взгляды на сожительство. То есть, есть определённая позиция, которую вы, как бы, ну, защищаете и отстаиваете. Это круто. Это супер. Вот. Теперь то же самое вам, ну, рекомендовал бы я перенести вообще на всё. Чтобы у вас вообще, эээ, по всем аспектам была бы такая позиция. Вот. И, эээ, честно говоря, в таком, эээ, ну, в таком случае, при таком, эээ, подходе, эээ, у вас не было бы тех проблем, которые есть, эээ, вот сейчас, на данный момент. Вот. А что вы же не переживаете по поводу того, например, что, вот, вы не живёте вместе с человеком, но при этом хотите. А или нет? То есть, вы не сожительствуете, и вы этого не хотите. Вот. Дальше. Условий в его квартире нет для самостоятельного жития. Ну, наверное, хотелось сказать, проживание. Тут, конечно, уже немножко более печальное, потому что такое впечатление, что вы, ну, как бы, не совсем уверен в своей позиции. Не совсем, эээ, уверены в том, что поступаете правильно. Есть в этом вот, определённая доля, конечно, негатива. Значит, в этом году собирались пожениться, и сейчас я уже в больших сомнениях. Ну, тут, опять же, там застаёт вопрос, да, сколько вы знаете молодого человека? То есть, то, что вы два года в отношениях, это понятно. А сколько знаете друг другу? Он начинает распускать руки, да и не только. То есть, он начал проявлять агрессию, агрессию к вам. Ну, смотрите, агрессия – это всегда признак, эээ, страха. То есть, если человек проявляет агрессию, значит, он боится. С другой стороны, агрессия – это признак того, что человеку проблемы с чувствами. То есть, он своих чувств не имеет. Или распознаёт только сильные чувства. Только сильные чувства. То есть, тут как бы вам нужно, с одной стороны, от человека, безусловно, отдалиться в соответствии со своим отношением к агрессии. С другой стороны, вот принять его как достаточно несчастного и проблемного человека. Человека в хорошем смысле слова, в позитивном смысле слова. То есть, что это несчастный человек, у которого есть проблемы, которому, вероятно, возможно, требуется помощь, да, вот. И посмотреть именно с такой позиции. Чувствую себя никчёмной, так как не могу уйти от него, не могу не отвечать на звонки, не могу сама не звонить. Почему? Что значит «не могу не звонить»? Вы делаете это, потому что вы чего-то хотите. Смотрите, вы что-то делаете, и вы себя обвиняете. То есть, вы реализуете свои потребности, вы реализуете, по сути, свои желания, но вы же, реализуя свои потребности и желания, тебя за это обвиняете. Так, может быть, вы всё, что вы делаете, может быть, всё, что вы делаете, преследует только одну цель. по итогу обвинить себя, может быть, все, что вы хотите, это обвинить себя, и все. То есть вы, заметьте, или вы никак не поясняете, почему вы не можете не отвечать на звонки. Я очень его люблю, пишите вы. А как проявляется наша любовь? Что входит в это чувство любви? Как вы понимаете любовь? Как она проявляется, эта любовь? Пока я вижу только то, что вы нуждаетесь в этом человеке. Ну, раз не можете не звонить, не можете не отвечать на звонки, не можете уйти от него. Пока я вижу, что вы нуждаетесь в этом человеке. Нуждаемость, это не любовь. Дальше. Негатив больше имеет ничего общего, я просто запутался. А в чем запутался? В конкретном, в чем запутанность проявляется? Это мои первые отношения, мне 26 лет. Но я полагаю, что это одна из причин, по которым вы не можете уйти. Вам 26 лет, это ваши первые отношения. А что было до этого? А до этого была строгость, до этого была подавленность, до этого была жертвенность в отношениях. Да, до этого были постоянные нарушения ваших личных границ, обесценивание вас, принуждение вас, возможно, внушение, что вы такая вот идея, никчемная и так далее, и так далее, и так далее. И то, что вы делаете, это используете знакомый алгоритм для получения для себя выгоды, для получения для себя плюсов. Каких? Ну, например, в данном случае речь идет о любви. Возможно, вы хотите любви. Вот. То есть вы любите, но эта любовь выражается в желании получить любовь. Ведь не случайно вы выбрали такого мужчину, который агрессирует. Не случайно вы не можете уйти от него, значит, для вас в этом есть что-то, скажем так, привычное. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, с этим нужно разбираться. На мой взгляд, с этим нужно работать. Именно вот с тем, чтобы вы для себя определили, с чего же вы все-таки хотите, да, и почему у вас в 26 лет первые отношения. Вот. Что они значат для вас, эти ваши первые отношения? То есть, ну, вот конкретно, конкретно значение, какое они для вас имеют, первые, ваши первые отношения. Вот именно, именно, именно значимость какую, какое, эээ, что они для вас. Вот это вот, мне кажется, то, что очень важно, то, что очень важно и, ни много ни мало, необходимо вам для себя понять и изучить. Возможно, это именно то, что и нужно вам делать, эээ, с психологом, одно из первых, да. То есть, определить, вот почему у вас в 26 лет только первые отношения, отношения. Совершенно очевидно, что вы себя подавляете, совершенно очевидно, что вы себя обесцениваете, совершенно очевидно, то всё совершенно очевидно. Ну, ну так, другое дело ж, то, что вы будете делать с этим. Другое дело, что вы будет, как, как вы будете это всё, к примеру, да, как вы будете это реализовывать, как вы, как вы будете, это всё притворять в жизнь. Вот, это уже совсем, совсем, условно говоря, другая сторона, вот. Согласитесь, согласитесь с этим. Дальше. Так, у него проблемы с алкоголем. Ну, соответственно, здесь сложно не согласиться с коллегой, который говорит о, ну, о созависимости. То есть созависимость это вот именно то, что происходит между людьми, которые выступают в отношении с теми, у кого есть те или иные проблемы с алкоголем, наркотиками и так далее. Вот, я вам здесь могу порекомендовать для чтения, я могу вам порекомендовать книгу, которая называется «Созависимость семейная болезнь». Подаповство Валентины Маскаленко. Вы можете прочесть эту книгу, вы можете почитать ее. Вот, она вам поможет, она вам поможет увидеть, значит, те ключевые моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Ну, то есть это просто вот для вашего чтения, для, так сказать, приготовки к терапии. Вот, значит, ну тут далее вы пишите, что он наносит тяжелые вещи. Вообще, просто раз месяц назад он просил прощения, моля простили, бросался много, не отпускал меня, я простили. Хорошо. Вы простили. Ну, я считаю, что если вы именно действительно вот простили, что если прямо простили, простили, то как бы все в порядке. То есть, ну, действительно просить можно, я думаю, что это, в общем-то, сила, что вы простили. Думаю, что, вот, другой вопрос, конечно, по какой причине вы простили, тоже другой вопрос. Что было истинной мотивацией для вас прощать мужчинам, вот, и правда ли вы его простили или просто, к примеру, побоялись остаться одна, или побоялись, что он вас бросит, или что-то еще, вот. То есть, это, конечно, история такая, на мой взгляд, ну, важная, эта история важная, на мой взгляд, это очень важный момент, вот. Но, хорошо. Значит, хорошо. Хорошо. К примеру, к примеру, вы его простили. Хорошо. Простили. Если вы его простили, то какие решения были приняты в результате прощения, в результате примирения. То есть, вы согласны с тем, что данная история повторилась только потому, что вами не были выработаны адекватные решения. Не было, не было выработано никаких принципиальных решений. То есть, вы ни о чем не договорились, вы ничего не подкорректировали. И, простите, о чем тогда можно вести речь? Смысл того, что вы простили? Вы думали что, что вот вы человека простили, и все, и он больше не будет больше так поступать? Откуда у вас подобная позиция, подобная наивность? Ведь, если человек так поступил, значит, у него были какие-то, ну, какие-то свои мотивы так поступать. И когда он так поступил, значит, это означает, что у него были какие-то, ну, желания, какие-то потребности, которые он реализовывал. Вот таким образом. Да, это может быть плохо, да, это может быть негативно, но это так. И если вы просто простили, рассчитывая, что человек больше так не будет, то вы, извините, здесь у вас остается элементарная забота о себе. Либо вы ослеплены своими желаниями. Кстати, как, кстати, какие они? То есть вы же о своих желаниях ничего, ничего нам не говорите, не рассказывайте, а момент-то очень, ну, очень важный. Вот. История здесь именно такая, на мой взгляд. А, значит, дальше идём. Так, пару дней назад он вновь пьяный избил меня, разбил мою голову и не считает себя виноватым. Я так больше не могу так делать, потому что хотите. Или, понимаете, вот изучите треугольник Карпмана, да, изучите треугольник Карпмана, вы увидите, что вы соответствуете фигуре жертвы. Жертва, она не готова что-либо делать, она не готова отвечать за свой выбор, за свои желания, она не готова сама, как бы, брать на себя ответственность. Вот. То есть я предлагаю вам, поскольку вы с мужчиной не живёте, да, я предлагаю вам его простить, но выработать какие-то решения, выработать какие-то требования, выработать какие-то условия, да. То есть, например, его агрессия – это, ну, результат его проблем. Соответственно, пусть он обратится к психологу, к примеру, и начнёт работать. Либо пусть вы оба обратитесь к психологу и вместе поработаете. Вот. А до тех пор вы с ним встречаться не будете. Вот и всё. Это первое. Второе – нужно использовать, эм, насчёт, своё свободное время и свои ресурсы для того, чтобы работать над собой. Чтобы определиться с тем, какие проблемы, ну, к примеру, есть у вас, да, и как и что вы, к примеру, опять же, к примеру, будете делать. Вот. Как и что вы будете в себе менять. Вот. Ну, и будете, соответственно. Будете ли. Вот. Понимаете? То есть, мне представляется эта история вот примерно такой. Мне представляется помощь вам примерно вот в таком ключе, в таком ключе. В целом, у вас в неё достаточно много неопределённостей. То есть, как будут их отношения, которые не приносят ничего хорошего. Ваш вопрос звучит, и я отвечу на него только посмотреть, что вас держит в отношениях, и сопоставить вопрос цены. Сейчас вы понимаете, что цена не сопоставима. И это ваше решение, это ваша позиция. Но то, что вы хотите, то, что вам нужно, требует своего внимания. Другое дело, что, что, эм, действия, которые направлены на удовлетворение того, что вы хотите, должны, должны быть скорректированы. Но это уже, согласитесь, совсем другая история. Это уже, согласитесь, совсем другая область. Вот. Созависимость, если это действительно она, это, скорее всего, она, судя по описанию, созависимость, корректируется в результате психотерапии. И психотерапии, ну, я бы не сказал, что слишком быстрой, к сожалению. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Методики, методы для, так сказать, коррекции созависимости, их достаточно много методов. Так что тут уже нужно индивидуально смотреть, что и как вам подходит. Вот. Ну, пока, вот, книгу, книгу, книгу прочтите. Маскалечка. Созависимость, имеемая болезнь. Вот, там, кстати, в этой книге есть упражнения, которые вам на первое время помогут, если вы будете им следовать, педантично. Вот. В целом, в цел, в целом, ваши отношения очень похожи на садоматахистические. В каком смысле? То есть, у вас есть мужчины, которые представляют из себя садистскую фигуру, садистическую фигуру. Садист – это человек, который стремится причинить другому боль, который получает некое наслаждение от того, что причиняет другому боль. Ну, и, в общем-то, является тем, кого я описал, да, раньше. Раньше. Вы представляетесь мазахистом, человеком, который нуждается в любви, но который привык получать ее с детства исключительно негативно. То есть, по сути, вы недолюблены. По сути, вы недолюблены. Или, все внимание, которое к вам проявлялось в детстве, и, по всей, вероятно, день в день, связано исключительно только с негативными. И вот, когда-то в детстве вы решили для себя, что я буду стремиться к вниманию любым путем. Пусть, да, это будет негативно. А поскольку негатив получит легче, проще, то очень быстро вы привыкли именно к негативу. И, подсознательно, вы уже стремитесь к проявлению к себе внимания только в негативном ключе. Потому что в позитивном ключе поверить в то, что вы достойны именно вот, ну, именно позитивного проявления внимания. Поверить в это вы не можете. Потому что себя вы обесцениваете. Себя вы считаете никчемным. Вот в этом вся и проблема. В этом вся и трудность. Ну, на мой взгляд, заключается. Это то, что нужно корректировать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.